Итак, у нас сегодня интересная дискуссия, она называется «Цифровая трансформация бизнеса, IT и финансовые аспекты». Как Тигран сказал, вчера мы начали с HR и IT. Я должен вам открыть секрет, дискуссия была очень интересна, очень много было контента и разной аналитики, примеров из реальной жизни. Но я вечером посидел и подумал, один только был недостаток, она была слишком доброй. Вы знаете, когда HR присутствует, всегда что-то доброе витает в воздухе, люди, командная работа, все на таком позитиве. Вот предлагаю сегодня немножко заострить. Все-таки сегодня финансы, а это всегда более жесткие, но финансовый директор, он такой жесткий, как правило, он требует денег, и я думаю, что это очень логично, потому что сегодня мы поговорим о том, что да, цифровая трансформация, да, мы все движемся в этом направлении, большинство компаний, но где деньги, где финансовый эффект, как это сочетается с IT-решением, мне кажется, это будет очень интересная дискуссия. Поэтому сегодня у нас очень сильная панель спикеров, это здорово. Я по очереди тогда коллег буду представлять и давать слово по докладам. Первый доклад Надежды Стяжкиной, Антал Раша, и это будет очень интересный аналитический доклад про то, какова цифровая трансформация сегодня, и в общем, там интересные очень темы будут раскрыты. Пожалуйста, Надежда. Всем доброе утро, спасибо большое, что приехали вовремя, и так рано. Я-то, наверное, туда пойду, да, я так понимаю? Да. Командуйте мною. Отлично. И куда я могу увидеть? Первая задача для Надежды – проверим ваши цифровые навыки. Сможете ли вы открыть презентацию? Хорошо, ладно, я думаю, что все будет сразу без моего участия. Это первый тест для любого спикера на нашем мероприятии. Окей, хорошо. Вот, Надежда справилась. Давайте похлопаем Надежде, потому что Надежда уже умница. Ну и тут-то было. Так, всем ли все видно? Отлично. Ну, сразу, наверное, уточню, из чего состоит сегодняшнее наше короткое аналитическое представление для вас. Здесь собраны результаты трех разного уровня исследований, которые делала Антал за 2018 год. Они все так или иначе касались цифровой трансформации с разных сторон. Я бы сказала, начиная с такого более бытового уровня в формате, что вообще люди знают, не знают про цифровую трансформацию, крупное, большое исследование рынка труда, которое делала Антал, заодно спросила про роботизацию, про трансформацию, про угрозу. И какие-то нишевые вещи, которые отдельно исследовались в топ-менеджменте, именно фокусно по финансовым директорам, HR-директорам и IT-директорам. Поскольку была такая задача, в том числе для нашего сегодняшнего с вами форума посмотреть. Первый и самый интересный комментарий, который бы хотелось рассказать, это комментарий нескольких наших респондентов, которые, отвечая на вопрос, вообще видите ли вы цифровую трансформацию как угрозу для себя, ответили фразой «своё» и внутри раскрыли, что цифровая трансформация – это что-то такое, что никто не знает, но об этом все бесконечно говорят на конференциях. Наверное, такая очень говорящая была такая вещь, которую обсуждали наши аналитики, как ее внедрить с точки зрения цифр в наш доклад, как это рассказать. Я говорю, давайте я просто словами расскажу, что такое было. И это был не один человек. И, наверное, тоже показатель, что действительно за последние два года, я не знаю, уже какое-то безумное количество конференций, форумов, метапов всевозможных прошло, которые обсуждались так или иначе, поддерживались для того, чтобы либо поддержать цифровую трансформацию в сам процесс в компании, где она уже идет и заявлено, и где уже есть директора по цифровой трансформации, или для того, чтобы как ликбез рассказать, что это такое, зачем это нужно, и что это слегка не то же самое, что автоматизация. Обсуждается это бесконечно много, мы за этим наблюдаем, но можно сказать, что в этом году, наверное, впервые мы очень большое количество встретили топ-менеджеров разных уровней в разных секторах рынка, которые говорили уже терминологии, которые вычитаны из Роджерса, из Бертина и так далее, уже видно было, что это курсы MBA, уже видно было, что уже на практике какие-то пошли первые такие кейсы, назовем это кейсы, но вообще там более жесткие слова звучали, особенно от финансовых директоров и IT-директоров. И в этом году, наверное, впервые очень много начали говорить не совсем про угрозу роботизации, а про то, что, в общем-то, будет с рабочими местами, и что будет с людьми, которые сейчас занимают классическую функцию HR-ов, классическую функцию финансовых директоров и классическую функцию IT-директоров. Это то, на что мы делали фокус для этого исследования. И эти люди так или иначе нам еще рассказали, что они об этом думают, как они к этому готовятся, чего они там изучают, обучаются на курсах, и считают ли, что вообще нужно выходить из зоны комфорта и что-то менять в ближайшее время в текущей ситуации в России. Так, куда мне? О, я справилась. Вот из этого большого дженерал-исследования Антала, которое делалось по всему рынку труда в России и в СНГ, порядка 9 тысяч респондентов в этом году было, это средний, высший менеджмент в основном, вы можете увидеть, что 57% респондентов, в общем-то, в принципе, считают, что их функционал не изменится в связи с роботизацией, диджитализацией процессов. И только где-то 30% считают, что да, влияние будет сильное или не сильное, может быть, сейчас, может быть, чуть погодяней сейчас, с учетом экономического состояния в стране. Ну вот примерно такая ситуация была по респондентам. Причем больше всего скептиков оказалось среди финансовых директоров, которые почти все сказали, что да, угроза высокая, да, возможно, сильно повлияет, но не в ближайшем будущем. Меньше всего скептиков было среди чаров. Там было процентов 60-63, если я правильно помню, которые сказали, что вообще моя функция не поменяется, все, что я делала сейчас, делала вчера, я буду делать и завтра, и все остальное, это, в общем-то, такая вещь, которая не касается моей функции. Но мы, как аналитики со стороны, это все наблюдаем, и, в общем-то, понимаем, что во всем в этом есть какая-то и правда, и неправда, и то, что настораживает. Чуть дальше мы опросили отдельно уже, как я сказала, чат директоров финансовых директоров и IT-директоров относительно того, что, в общем-то, они сами думают про цифровую трансформацию. Быстренько скажу, что, в общем-то, вы видите, что здесь порядка 85% – это мужчины, 15% – это женщины. Примерно коррелирует с тем, как у нас исследование в этом году выявило, что в топ-менеджерских, миддл-менеджерских ролях процентов 40, в процентов 30, 31, мне написано, 31% – это женщины, управленцы, и все остальное – это мужчины, управленцы. Ну и средняя возрастная категория 36-45 – это то, что преобладающее количество респондентов было. Наши люди, которые высказались по поводу цифровой трансформации, угрозы для себя лично, для своей профессии, в основном представители компаний среднего бизнеса и крупного бизнеса, можете видеть это вот в левой части, да, и в основном это те отрасли, которые, ну, в общем-то, коррелируют с тем, насколько они сейчас крупные внутри рынка с точки зрения оборотов, с точки зрения успешности, с точки зрения присутствия в рейтингах. Это фарм, это FMCG, это ритейл. Ну, а те телеком здесь, наверное, как наиболее вовлетенные в диджитал-трансформации люди поучаствовали. 85% наших респондентов сказали, что да, мы знаем, что такое трансформация. Не было детализации, что они поэтому имеют в виду, просто нажали, что да, знаем. 0% сказали, что они не в курсе. Тоже показатель, мне кажется, нужно с вами обсудить. При этом 16% сказали, что это автоматизация. Автоматизация бизнес-процессов. Я думаю, что сейчас хотите для себя сделать очередной раз кивок, вывод, что окей, не знаем, что это такое. 6% сказали, что это электронная коммерция. То есть у людей ассоциация, что диджитал – это интернет-магазин, тоже присутствует, довольно немаленькая. Порядка 35%, что, в общем-то, треть респондентов, уже довольно сильно сдвинулись. И так или иначе формулировали свой ответ, что это перестройка бизнес-процессов с использованием цифровой технологии. Мы так максимально близко к теоретической классике. И 25%, что тоже, наверное, хороший показатель, действительно, уже чуть дальше пошли, про ценностное предложение клиенту, про то, что это глубокое преобразование продуктов, бизнес-модели, процессов с помощью технологий. Ну и все-таки 14%, которые затрудняются ответить, это тоже показатель того, как у нас сейчас с вами middle-top management, в принципе, себя чувствует в процессе того, как меняются или не меняются бизнесы. Тут сразу делаю уточнение. Надежда, получается, 40% вообще не очень понимают, правильно? То есть я посчитал всех, кто считает, что это автоматизация, электронная коммерция, или затрудняется ответ, 40%. Здесь, наверное, еще есть прям небольшой процент тех, кто что-то другое ответил, потому что здесь, вот я смотрю по цифрам, это не полный 100%, но в целом, да, половина или более понимают цифровую информацию в основном через понятие автоматизации, либо электронной коммерции, либо вот это вот как раз вынесенные 2%, пустая болтовня и говорение на конференциях. Цитата, кстати, одного из респондентов. Вот здесь есть уточнение важное. Это всего было 337 человек, тех вот HR-директоров, финансовых директоров и IT-директоров, которые ответили в течение недели нам. Дальше был вопрос такой тоже больше про бытовую, обыденную историю. Считают ли люди цифровую трансформацию, как бы они ее ни понимали, угрозой для своей профессии и для своей должности? Ну, 77% довольно быстро ответили, что нет, это не угроза. 20% при этом ответили, что угроза, и 3% затруднились ответить. Но здесь, наверное, вот эта история с, опять-таки, угрозой, которую осознают и при этом понимают, что такое цифровая трансформация, либо которые не осознают, но в целом считают, что это какой-то риск, и вообще, так говорили, пустая болтовня, это в принципе довольно опасно для бизнеса. Здесь нет разделения, наверное, тоже это нужно учитывать. На всякий случай спросили среди всех этих людей, есть ли вы компания цифровой, директор по цифровой трансформации, и важно, что, наверное, порядка 33, получается, компаний в целом, и все, кто у нас ответил, из 337 человек, да, имеют этого директора по цифровой трансформации, он по-другому называют еще Chief Digital Officer. При этом 50% из тех, у кого он есть, не знают, что он делает, что тоже важно, да, то есть здесь, наверное, было очень интересно более полную аналитику смотреть, потому что она такая радостная, удручающая, настораживающая, знаем, но не знаем, есть, но не знаем, зачем, да, точно знаем, что такое цифровая трансформация, это автоматизация и так далее. Вот этих перекосов большое очень количество. Дополнилось, что надо еще вопрос было задать самому директору по цифровой трансформации, знает ли он, что он делает. Да там очень много, на самом деле, после этого конкретного исследования у нас было такое количество потом дальше идей, и от самих респондентов были отдельные идеи, что еще можно понаблюдать, поисследовать, и у нас у самих. Ну, это вот такое, в следующем году, да, Тигран, будем спойлер делать. Ну и, наверное, тут сейчас переключу на последние какие-то вещи. Мы осознанно убрали все эти вещи, которые касались, может быть, каких-то наших наблюдений и выводов в связи с этими цифрами, и там часть цифр убрали. Мы оставили только то, что вызывает максимум каких-то вопросов, сомнений, но в любом случае материал для дискуссии. И оставили только те ответы, которые по самим ролям финансового директора, IT-директора, HR-директора собрали, так скажем, максимальное количество аналогичных ответов. Как сами эти руководители о себе думают, мыслят, как себя воспринимают и что считают важным и нужным для дальнейшего развития своей должности, своей функции в организации. Считают ли они все-таки действительно внутри, понимают они цифровую информацию или нет, что это угроза, готовятся ли. И вот если мы говорим про роль финансового директора, то интересно было наблюдать, что в целом около 40%, 41% считают, что в целом для них это меньше рутины. Ну, я бы сказала, что это часто коррелирует с тем, что люди считают, что цифровая трансформация – это автоматизация, если финансовый директор считает, что у него будет меньше рутины, значит, скорее всего, у него там все автоматизируют. Один из вариантов. Достаточно интересно, что многие считают, что при этом финансовый директор в целом станет бизнес-партнером и стратегическим управленцем в бизнесе, который будет бесконечно менять модели бизнеса под ценности, которые сформируются для клиента. Это уже близко к тому классическому пониманию цифровой трансформации, которая есть. Ну и 35% финансовых директоров сказали, что функция их не изменится, что это будет контроль операционной деятельности, принятие, подготовка стратегических решений. Наверное, тоже есть над чем подумать. С точки зрения HR-директора ответов здесь было намного больше. Почти все дали огромный развернутый ответ, и очень много было перекликающихся. Интересно, что многие из них считают, что функция IT и HR вообще соединится. Что, в принципе, будет синергия HR финансово-аналитической функции, что не будет как такового функции HR-директора, что это будет нечто, там были комментарии, что это будет директор по организационному развитию и бизнес-планированию. Некоторые даже писали, что IT, HR и финансы вместе соединятся в одну функцию, все остальное будет автоматизировано, покрыто нейронными сетями, убрано от рутины и так далее. Ну, в общем, вот тут такие более футуристические у нас собрались личности с точки зрения HR-директоров. Ну и радующая история, наверное, то, что 32% тех, наверное, кто чуть-чуть больше за последний год ходил по конференциям, это то, что считают, что HR-директор станет агентом изменений в компании, которая будет помогать бизнесу на основе качественно предоставленной аналитики, информации, связанной с сотрудниками. Здорово, что теоретически знаем, выбираем, пишем, что ответ такой. Как это на практике, тоже вопрос. Это, наверное, как раз к вам, как к руководителям из бизнеса, тем, кто здесь сейчас не HR-директора. Вопрос ваш, HR-директор, насколько разделяет эту точку зрения, что он агент изменений, что он привлекает таланты, что он на основе большой качества аналитики должен давать вам материал для принятия решений финансовых, стратегических и так далее. И IT-директора у нас, как всегда, оказались сторонники. Вот у нас сегодня нет с нами Алексея, который говорил о том, что второе поколение роботов создает третье поколение роботов, которые уничтожат человечество как баг. Надолго запомнила. Много было таких комментариев. Интересно, что 12% указали, что IT-директор должен стать внутри компании стартап-ментором, коучем, который должен агрегировать новые услуги для бизнеса сам, проактивно, не ожидая каких-то задач, скинутых от бизнес-заказчиков. Здорово, что 36% тоже считают, что IT-директор должен стать стратегическим партнером. Ну и, наверное, немножко настораживающее, что есть 15%, которые считают, что функция IT-директора в компании не изменится, будут просто новые технологии. Это, наверное, настораживает. Меня бы как генеральный директор это насторожило. Если будет нужно, я буду перелистывать к этим слайдам, мы можем это пообсуждать. Но, наверное, это вот то, что вызвало максимум каких-то споров, сомнений, обсуждений, которые у нас были во время этого исследования и требуют обсуждения. А в итоге вернули всех на круги своя, опять это слово угроза напомнили, насколько люди готовятся, не готовятся к тому, что этот процесс трансформации бизнес-модели, диджитализации всего, может влиять конкретно к их должности, какую-то угрозу нести и так далее. И, в общем-то, 60% у нас в стране оптимистов, которые считают, что это будут только положительные изменения. 35% считают, что цифровая трансформация бизнеса – это автоматизация, что еще раз подтвердилось, что аудитория в стране пока не всегда в курсе того, что такое цифровая трансформация, что это не равно автоматизации. Ну и, наверное, был комментарий отдельного человека, который единственное написал, очень интересный комментарий, что тот, к сожалению, цитата целиком не дали, тот уровень развития цифровой трансформации, который сейчас есть в бизнесе, в текущем стране, в текущем состоянии, не позволяет нам качественно осознать, успеем ли мы запрыгнуть в этот корабль. Поэтому любые обсуждения здесь, в принципе, просто демагогия. И интересно понять, насколько люди, которые уже заявили о том, что у них идет процесс цифровой трансформации, компании, которые заявили процесс цифровой трансформации, осознают, во что они вступили. Вот такой был комментарий, очень интересный, от финансового директора. Наверное, с нашей стороны это все. Просили еще попугать какими-то профессиями будущего, которые существуют уже в настоящем. Это, наверное, не относится к той тематике, которую первая я вам показала. Просто примеры того, что, в общем-то, уже есть здесь сейчас, есть в большом количестве компаний в России, в СНГ, это роли, которые уже очень активно подбирают наши чар-директора для своего бизнеса, которые способствуют максимально, в том числе, процессу цифровой трансформации. Так или иначе. Здесь и пентестеры, так называемые, этичные хакеры, и VR-разработчики для фэшн-ритейла, и дата-сантисты, математики-аналитики, как меня просили их называть в МГУ. Ну и digital transformation officers, которые, как вы видите, сейчас настолько редки, что на них вот такой спрос с такими окладами. Это то, что мы уже сейчас в этом и в прошлом году делали, закрывали для наших клиентов. Такой флер цифровой трансформации. Коллеги, я с удовольствием отвечу на вопросы. Я думаю, что сейчас будет здорово обсудить все это. Да, давайте похлопаем Надежде за прекрасный доклад. Какой-то, может быть, один-два вопроса на уточнение по докладу, и мы тогда будем двигаться к дискуссии. Я, может быть, начну. Надежда, вот доклад очень интересный, как раз показывает то, что многие там респонденты, участники не до конца все-таки понимают, что такое цифровая трансформация, и, может быть, не глубоко погружены, и, может быть, в каких-то мифах обитают. Все-таки, как вы оцениваете, повлияла ли наша низкая конкурентность во многих секторах экономики на вот такие результаты? Потому что, мне кажется, одна из проблем у многих компаний, когда нет конкуренции, например, компания с госучастием или компания монополист на рынке, то, понятно, им не до этого. Им кто-то сказал, надо заниматься цифровой трансформацией. Вот они и занимаются. Вот таких много вообще было у вас, неконкурентных людей, кто в таком своем мире немножко живет? Вы знаете, там очень интересное тоже есть расхождение. Как раз такие компании, я думаю, что это не секрет, потому что они открыто это обсуждают, которые как раз с госучастием или около госучастием уже имеют на борту у себя директоров по цифровым технологиям, по цифровой трансформации. Если мы возьмем Сибуры, ЛМК, у них у всех это уже есть, и не первый год. Это раз. Поэтому скорее как раз у них есть некоторая легкость в этом, в том, чтобы, может быть, не до конца понимаю, но охотно поэкспериментировать и попробовать проинвестировать вперед. А вот у компаний, которые, наверное, может быть, как раз в большей конкуренции находятся сейчас, больше принимаются решения не до этого. Не до этого. Они уже активно бьются в своих отраслях. Это раз, да. А первая часть вопроса, я думаю, что все-таки, наверное, мне кажется, что в основном сейчас это уровень образования наших middle-top менеджеров, которых мы нигде не учили, нигде не давали. Нет вот этого навыка, который очень требует компетенции будущего, да, постоянное обучение, непрекращающееся, да, пожизненное, да, условно, если перевести обучение, когда даже, может быть, люди и занимаются этим, наши менеджеры им оплачивают компанию это обучение, но оно не про цифровую трансформацию, а про то, что вот научиться пользоваться 1СК и 8.2, еще чем-то, еще чем-то, но не тем, что поможет бизнесу выживать и меняться относительно реалий. Супер. Михаил, какой-то был вопрос, пожалуйста, комментарий. Спасибо большое за доклад. Да, вы очень задали канву практически по всем болевым точкам прошлись, которые сейчас на рынке есть. Вот я бы задал такой вопрос. Смотрите, вы очень много сейчас набираете позиций, связанных как раз вот с новой, да, с цифрой там директоров, аналитиков и так далее. А отслеживаете ли вы их результаты, как на тех местах, где, куда вы их набираете, какого результата они достигли. Вот мне хочется просто понять, насколько этот хайп сейчас силен, да, насколько он реально воплощается в какие-то результаты в компании. Спасибо большое за вопрос. Приятно сюда о себе поговорить. Да, на самом деле я в рамках Антала, такого более классического британского бизнеса, где 20 с лишним команд, которые занимаются классическими такими ролями, отвечаю за как раз самое такое, как вы сказали, хайповое, абсолютно неудобное направление. У меня все, что касается digital niche, у меня все, что касается таких самых этичных хакеров, блокчейна, интернета вещей и так далее. Поэтому обычно к нам ходят спросить, а что ваши люди делают. Хайп – это колоссальный, спрос большой. Мы в этом году отдельное подразделение открыли. У меня сейчас 5 команд, которые этим занимаются, рекрутментом для бизнеса классического. Отследить результат тяжело. Если с дата-сайентистами это намного проще, есть конкретные кегл и так далее, где можно посмотреть уровень мастерства этого математика, аналитика, то посмотреть, насколько эффективен, наверное, руководитель по цифровой трансформации, в компании довольно тяжело. Посмотреть тяжело, почему? Потому что мы как рекрутеры всегда снимаем рекомендации, мало кто чего рекомендует конкретного, потому что 50% всех, у кого он есть, не знает, что он делает. Ну, как минимум. Поэтому мы в том числе предпочитаем больше заниматься этими самыми этичными хакерами. Понятно, что они делают, насколько это критично для инфраструктуры компании. Мы занимаемся безопасниками, которые СТП, безопасность по федеральному закону, осуществляют. И мы понимаем, что они делают, и какова цена простой какой-то производственной линии, если вдруг СТП будет повреждено. И там отследить действительно можно. И видно, насколько это критично, что сейчас об этом должны думать все. И с точки зрения законодательства, и с точки зрения безопасности вообще бизнеса, и с точки зрения какого-то дальнейшего развития. Там как раз-таки это прям вот люди, они еще к тому же никогда не врут почти. Они никогда в жизни не рискнут приписать себе в резюме то, что они никогда не делали. И в принципе, вообще это достаточно такая ответственная молодежь, хоть она и хипстерская, хоть она и там непонятная, неудобная. Ну, в общем так. Спасибо, Надежда Михаил. Что-то еще? Да, пожалуйста. Вы знаете, у меня конкретный вопрос по профессии этичных хакер. Потому что я на самом деле, когда последнее время выступаю на конференциях, и в том числе вот задают вопрос, например, казначея, говорят, а что, какое наше будущее? Я сказала им, что на самом деле надо было уже давно менять профессию, ну, то есть думать об этом. Потому что бухгалтер и казначей – это уходящая профессия. Все-таки этичный хакер, какие требования к нему? Слушайте, ну, я не знаю, если эти директора, они должны знать, что эти люди делают. Это обычные пентестеры. Они, в принципе, сейчас на хайпе. В принципе, пентестеры существовали и два, и три года назад. Это довольно серьезные, суровые ребята-инженеры, которые занимаются безопасностью, проверкой уязвимости каких-то любых, в общем-то, в принципе, IT-систем. Поэтому это люди, которые заканчивают Бауманку, Фистех. Это люди, которые очень много интенсивно учатся конкретно инженерным профессиям. Это не гуманитарии. Люблю гуманитарию, сама гуманитарий. И это люди, которые, в общем-то, сейчас под них есть всевозможные курсы, в том числе для дополнительной квалификации, для сертификации, международной сертификации и так далее. Я знаю большое количество школ, которые этому учат. И учат с нуля, и учат, я так насколько знаю, даже вот есть израильская одна школа, которая учит, в принципе, с любым бэкграундом, нужно базовые какие-то вещи знать для того, чтобы стартовать у них обучение этой профессии. Это такая отдельная тематика переучивания. У нас был тоже этот блок в исследовании, если интересно, я пришлю, про компетенции будущие, про то, как люди гачают эти компетенции будущие. Но это такое больше уже про осознанность, когда люди уже понимают, ну, многие сейчас действительно это понимают, что пора что-то докрутить, что-то обучиться, чему-то переучиться, чтобы быть в тренде, в хайпе, чтобы просто быть востребованным через 5-10 лет. Скорость развития, витки развития постоянно схлопываются, скорость развития увеличивается, поэтому это не вопрос подождать 10 лет, а потом переделать карьеру. Это вопрос там одного, двух, трех лет. Я представил, как мы 60-летнего бухгалтера переучим на этичного хакера, мне стало интересно, но это шутка.